Все 23 года верила, что мы вернемся. И вот сегодня, когда я нахожусь здесь и слышу этот гимн, слезы сдержать просто невозможно. На новую, старую, российскую территорию впервые после присоединения прибыл президент России. Мы всегда надеялись и верили, что вы заберете нас, нашу Родину. Мы 23 года убились, стояли, сберили, ждали, надеялись и только на вас. Драк желаю вам оказывающей Российской Федерации. Мы гордимся вашим мужеством, смелостью. Уважаем то, как вы через годы. С уважением относимся к тому, как вы через годы и через поколения пронесли любовь к Отечеству. Но и Родина-Мать открыла вам свои широкие объятия и приняла в свой дом, как родных дочерей и сыновей. Мы с уважением относимся ко всем странам, ко всем народам, уважаем их законные права и интересы. Но просим, чтобы все также относились и к нашим законным интересам, включая восстановление исторической справедливости и права на самоопределение. На Парад Победы пришел, кажется, весь город. Даже те ветераны, которые давно не выходили из дома из-за болезней, такой праздник пропустить не могли. Мы в России домой пришли. Вот самое главное. Не тяжело? Ну, потихоньку двигаемся. Спасибо. Я копила силы для Парада. Скажите, спасибо большое. Спасибо. Вы рады, что Севастополь вернулся в Россию? Севастополь – это российский город, и он должен быть только здесь. Поздравляем! Ура! После Великой Отечественной войны это, пожалуй, самое важное событие в нашей истории. Возвращение, наконец, России. Мы все теряли в последнее время. Трехкратное ура! 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 Мы так рады! Слезы радости на глазах! Здравствует Россия! А вы почему плачете? От счастья. От счастья. От счастья. Что мы сейчас в России, до сих пор не могу в это поверить, до сих пор. Ну, счастливо. Я от счастья плачу. На парад севастопольцы и крымчане пришли семьями, сразу несколько поколений, чтобы не только поздравить ветеранов, но и зарядиться от них энергией, любви к родине и к жизни. Я смотрю в такую родную, женщину, любимую. Рукой взмогнула в оборот, моя любимая. Вы думали сегодня идти на парад или не идти? Мы каждый год ходим на парад, я сопровождаю, вы уже 93 года. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем! 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 Вы сынули внук? Внук. А вы правну? Да. А впереди знамя несет еще. А вот знамя несет то, что правну. Севастопольский праздник не похож ни на какие другие, просто бесконечная колонна. Парад идет несколько часов, и ветераны идут от начала и до конца со знаменами в руках. Тяжело, но надо, надо нести. Я прилетел с Ленинграда, чтобы участвовать в параде, в знаменитом параде 70-летие освобождения нашего родного Севастополя. Слава Севастополю! Я калюзер Армении специально. К Армении приехал. Да, 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 да. Я освободитель Севастополя. Ни одного свободного места, ни одного клочка. Все забито. Ветеран войны Валерий Козлов утром успел поучаствовать в празднике, а вечером смотрел трансляцию авиашоу и фейерверка по телевизору. Он восхищен и парадом, и вообще происходящим в последние месяцы. Хрым и Севастополь перешли плавно, быстро, легко и безболезненно. Дети и внуки тех ветеранов, которые не дожили до этого дня, принесли на парад их кители и награды. Помним, гордимся! Помним, гордимся! Я за эти 23 года, наверное, на первый раз была так счастлива, что Крым опять Россия. Мы с вами, и вы с нами. Я не могу даже своих чувств передать, как я рад этому. Ура! 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 Севастополь! Ура! Такого 9 мая я не помню. Супер-супер-супер-супер праздник, который никогда в жизни я не видел еще. Спасибо тебе, Севастополь, что ты научил Россию любить Родину. Не научиться этому здесь просто невозможно. Главные герои праздника даже в такой день больше говорят не о себе, а о следующих поколениях, ради которых они воевали. Сыночек, спасибо, что ты есть. Мы-ка нашу Родину за Россию. Праздник не только в воздухе, на земле и на море. На каждом балконе. Как настроение? Ура, прекрасное. Почему? Очень долго ждали такого праздника. Дети наши, внуки здесь родились. И родители здесь воевали в Персонесе. В Севастополе земля, обогренная кровью разных народов. Место, где с особым трепетом хранят память о всех защитниках города. На многих могилах, датированных 1855 годом, надписи на немецком. Немцы пишут на его нагробной плите «Погиб за Родину». Для него Родина – это Россия. Интернациональный город, конечно, с болью наблюдает за тем, что происходит на Украине. Это со слезами такими на глазах, как люди гибнут. Мирное население уничтожает. Это ужасно. Это самое плохое. Я приехала из Одессы специально на парад. Поздравляю всех ветеранов. Долгих лет им жизни. Спасибо большое за победу. Спасибо! Спасибо! Мы много сделали, но предстоит сделать еще больше. В ходе не праздничных, а будничных мероприятий нам нужно восстановить экономику, поднять жизненный уровень людей, сделать еще много-много полезных и нужных дел. Это непростая задача, но я уверен, что мы все это сделаем, потому что мы вместе... Спасибо! Это день победы, порохом врагов. Это праздник с единою на висках. Это радость со слезами на глазах. Субтитры создавал DimaTorzok